В России полыхает А у россиян подгорает Лукашенко опять кинул Путина А Россия всерьез угрожает странам Балтии Кадырова деноцифицировали Дону пришлось сдать назад На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области РФ Или Бавовна Или неудачный перерыв на Перекур Там вспыхнул сильный пожар Основная версия ЧП удар беспилотника Момент столкновения удалось запечатлеть на видео Не вижу Не вижу В сети говорят что это или российский беспилотник Форпост Или украинский ПД Некоторые увидели в нем дрон Камикадзе Свичблэйд 600 На территории НПЗ обнаружены обломки двух беспилотников Заявил губернатор Ростовской области По предварительным данным пострадавших нет Пожарным удалось ликвидировать горение на площади 50 квадратов Активист Сергей Стерненко сообщил что этот НПЗ принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку Подтверждения этой информации пока нет Как все было рассказал один из очевидцев Стассян зовут И этот Тут все Начало что-то взрываться Короче беспилотник Я Вытекать Не менее эмоционально высказывается и в соцсетях У российских патриотов в местных чатах от удара дрона подгорает не меньше чем у завода Я правильно понимаю это же все по плану Это план такой Тоже задаюсь вопросом Где наши хваленые ПВО если так свободно залетают на территорию России На самом деле это уже не смешно Куда смотрит все военное руководство Зачем эта спецоперация Это фейк Постановка К слову у Украины уже есть беспилотники камикадзе Способные нести 8 бомб или ракет на расстояние до 2000 километров И они уже готовы к использованию Паника и истерика и вой в РФ Уже становится делом обыденным Российский МЧС вместо того чтобы попросить Путина остановить войну Запрашивает 15 миллиардов рублей из федерального бюджета На разворачивание системы безопасный город В приграничных с Украиной регионах И неудивительно легендарные белгородские хлопки там чуть ли не каждый день Что муркает как-то Очень интересно О чем здесь в курсе видится Оно вниз падает Что-то странное Сейчас в Белгороде проводится учение гражданской обороны и ПВО Но в целом все идет конечно же по плану К слову с начала войны россияне все чаще гибнут и на своей территории Официально подтверждены уже 11 случаев Пишет канал Можем Объяснить Это четверо гражданских и шестеро пограничников Которых месяц назад убили в бою с диверсионной группой ВСУ Возле границы в Брянской области Число раненых подсчитать сложнее Но их точно не менее 15 Не исключено, что удар по НПЗ в Ростовской области Месть за деноцификацию нефтеперерабатывающей сферы Украины Из-за массированных обстрелов рашистов она больше не работает Сообщил глава правления Нафтогаза У нас есть как раз загибли работники, которые работали на этих объектах По которых, фактически, происходила сила спрямована атака российскими ракетами Фактически, на жаль, вся нафтоприробка в Украине Зараз, благодаря этим массовым, неодноразовым атакам агресора Вона зараз не працює И тому, как раз, очень сложно обеспечить логистику нафтопродуктів на украинский рынок Через что выникает дефицит До 30% всей инфраструктуры Украины разрушено в результате российского вторжения, заявил министр инфраструктуры страны Сумма прямого ущерба составила 105 млрд долларов Без крыши над головой остались 320 тыс. украинцев Чаще всего оккупанты обстреливали дороги, мосты, порты, железные дороги и аэропорты Наиболее пострадавшие города это Мариуполь, Харьков, Чернигов, Севердонецк и Лисичанск Возвращать мирную жизнь придется за счет того, кто ее разрушил На восстановление Украины может понадобиться около триллиона евро, считает глава Европейского инвестиционного банка Но у России может не хватить таких денег на выплату репараций А потому действовать приходится уже сейчас В этот раз Ирландия заморозила российские активы на сумму 1,7 млрд евро Это элитная недвижимость, яхты, частные самолеты и финансовые активы российских бизнесменов и компаний, которых коснулись санкции ЕС Финансовая гвардия Италии с начала войны также заморозила российских активов в общей сложности на 1,7 млрд евро Обходить санкции сверхдержаве приходится с помощью Дубая Именно туда переезжают офисы компаний, которые попали под санкции ЕС и Швейцарии, пишет Bloomberg Там уже начинают обживаться Роснефть, Лукоил и другие гиганты Создаются новые фирмы и открываются кредитные линии в банках Что натворил Путин, не в состоянии понять даже его карманный диктатор Лукашенко не хочет платить за российский газ в рублях из-за крайне невыгодного курса Беларусь задерживает платежи, поскольку рост курса рубля значительно повысил первоначальную стоимость газа Теперь агрофюрер занял свою любимую позицию – тихо сидеть и выжидать, пока рубль ослабнет Также он не теряет надежд изменить формулу цены в сделке Интересно, что Лукашенко долгое время сам добивался от Москвы разрешения платить за газ в рублях Но, как всегда, у колхозного экономиста в итоге все пошло не по плану Очень важно, вы как-то это отмечали, что экономика в России и вообще у нас в Союзе не просто укрепляется А неожиданно, интенсивно укрепляется Возьмите инфляцию, возьмите безработицу Она оказалась меньше, падает уровень безработицы К слову, в конце месяца Путин впервые за три года посетит Беларусь Это будет второй заграничный визит главаря сверхдержавы с начала войны До того, как уйти с головой в бункер, ботоксный президент активно колесил по свету В последнее время он стал настоящим изгоем И, видимо, весьма рад, что когда-то присоединить Беларусь у него не получилось Теперь даже этот выезд можно гордо называть зарубежной поездкой Будет уламывать Усатова открыть второй фронт, пишут в сети В Беларуси перед приездом хозяина Кремля продолжают нагнетать военную обстановку С 22 июня по 1 июля проводятся мобилизационные учения прямо возле украинской границы Планируется также призыв и сборы военнообязанных запаса В Минобороны говорят, что такие учения проводятся ежегодно, но совпадений много не бывает В остальном в стране все по-старому Активно прогрессирующий бред в голове подполковника Побежали за границу, а сегодня 95% они уже пишут открыто Хотят назад вернуться Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границы после 2020 года 95% бы вернулись Ну, я не против, кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил Надо возвращаться Вы там не проживетесь А в самой стране продолжающийся тотальный террор В Бресте каратели из Губопика даже заставили украинку снять с машины наклейку с гербом Украины После чего наклеили ей закат над болотом, символизирующий цвета агрохунты Синепалова Россия уже почти открыта угрожает Литве войной Решение Вильнюса ограничить транзит российских грузов в Калининград МИД страны-агрессора расценивает как враждебное Сейчас уже не до разговоров Угрожающе негодует пресс-алкаше МИД РФ Один из основных вопросов касался тому, будут ли они исключительно в дипломатической плоскости Ответ нет Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости Какими и когда, ну во-первых это зависит, как мы уже и сегодня сказали и говорили все эти дни Было заявлено и Евросоюзу, и Литве о необходимости изменения предпринятых шагов Если этого не произойдет, тогда они будут введены А какими они будут, ну я думаю, что конечно мы будем об этом говорить тогда, когда будет согласовано решение И оно будет озвучено Угрожает Вильнюсу и главный спецслужбист Путина Патрушев Он прибыл в исконно немецкий Кёнисберг И провел там совещание по вопросам национальной безопасности Российская безопасность это угроза всему миру На подобные враждебные действия Россия безусловно отреагирует Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате И будут приняты в ближайшее время Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы Буквально накануне РФ внезапно начала военное учение в Калининградской области Истерика сверхдержавы Объяснимо под запрет ЕС попала половина от всех грузов Доставляемых в Калининградскую область из других регионов РФ Особенно больно из-за строительных материалов цемента и металлов Накануне Литва распространила ограничения на перевозки грузов Не только на железнодорожный, но и на автомобильный транзит Угроз РФ никто не боится, а НАТО готова воевать за Литву Обязательства НАТО перед Литвой, железны И наша приверженность пятой статье Нападение на одного будет означать нападение на всех нерушимо Россия тем временем начала военные провокации и против Эстонии По данным Sky News, РФ впервые нарушила воздушное пространство Эстонии С помощью вертолета, что является провокацией перед крупным саммитом НАТО Кроме этого, российские военные во время учений имитируют ежедневные ракетные удары по стране Включая столицу Таллин Все-таки странно, Балтия, НАТО Стремная пятая статья Уже получили по морде конвенциональным оружием И только частью конвенционального оружия Ну как бы, я так считаю, Кремль туда не полезет По крайней мере, если не решится на ядерный конфликт А вот Грузия и Казахстан, а что нет? А что там, НАТО что-то вступит? Нет Китай полезет? Ну, маловероятно Китай может помочь, Казахстан, конечно Тут тоже есть какой-то риск, но все-таки не до такой степени У Китая там свои проблемы Россия ведет себя агрессивно, поскольку боится еще больших санкций Считает президент Украины Владимир Зеленский Черговые российские погрозы Литве Черговая хвиля энергетического тиска Черговые порции брехни российских посадовцев Щодо продовольчой кризи Все это аргументы, чтобы погодить 7 пакет санкций Но мир един даже там, где это может быть неожиданностью Венгрия переобулась Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Орбаном И поблагодарил за поддержку суверенитета страны А также пригласил того в Украину Лидеры ЕС одобрят на ближайшем саммите Предоставление статуса кандидатов на вступление в Союз Украины и Молдове Говорят представители Евросоюза Уил Кадырова остудили, Дону пришлось сдать назад Он заявил, что ничего плохого про Казахстан Не говорил, все фразы были вырваны из контекста И вообще его неправильно поняли Это опять я, опять со своим телефоном Меня очень огорчили, Дону Блогеры, хайперы, как я называю Которые хайпают, как их называют, я не знаю, Дону Ну типа Рамзан про казахский народ что-то не то сказал, Дону Ранее Кадыров обвинял Казахстан в отсутствии позиции по поводу бандеровцев, нациков и фашистов И заявлял, что Россия спасла Казахстан, когда тот стал терять суверенитет Тогда в Казахстане Дону напомнили, что советские власти в 44-м переселили около полумиллиона чеченцев в казахские степи Как нацию неблагонадежных и готовых перейти на сторону Гитлера И казахи не дали им умереть с голоду в зимней степи Говорят, после этого Кадыров долго не мог заснуть и даже овечки не помогали Но тут, к счастью, подключился минсельхоз Дагестана И сообщил о подходящем к концу перегоне скота на летнее пастбище Выкатив в своем официальном канале вот это видео Стадо баранов, помеченных буквой Z, перемещается под песню со словами Россия, Россия Был ли это какой-то намек, отсылка или форма протеста в министерстве не уточнили После общественного резонанса видео тихонечко удалили На этом пока все Самая актуальная информация в наших телеграм-каналах А просматривая рекламу в ютуб Вы поддерживаете развитие команды «Нехто» на всех фронтах Нести правду помогает и ваша активность Благодаря комментариям, лайкам и распространению ссылок Ролики показываются еще большему количеству пользователей Спасибо, что остаетесь с нами До новых встреч и хороших вам новостей Редактор субтитров А.Семкин